всем привет а у нас снова зима снежок выпал в минус 5 было ночью нужно начинает таять конечно слякоть такая рано утром красота была знаете у меня орхидеи начали пропадать после ремонта наверное перенесли стресс что я их туда-сюда таскала цветонос на корню засох нужно выбрать время пролить их от пыли почистить вот здесь вроде что-то начинает цвести это цветет и здесь посмотреть этого каких больших цветоноса засохли вот просто засохли все я не знаю почему я их поливала я на ними ухаживала но это тоже смотрите но вот здесь вот вроде ничего тоже начал как будто вянуть немного а потом отошел стали цветочки почки набухать так жалко вот эта красивая орхидея это мне на день рождения мама дарила ну получается уже в прошлом году до такая ярко сиреневая и вот смотрите что сделалось нужно заняться обрезать это все может быть снова пойдут расти так жалко несколько штук я выбросила они прям очень сильно болели ничего с ними сделать не могла у этой фото же листочки зеленые вот живет своей жизнью ничего на не хочет не цвести не расти 3 листочка но она тоже очень красиво мне и жалко выбросить я уже готова мы сейчас нелли уезжаем решили провести время вместе и съездить в одно место где давно давно не было потом покажу куда мы поехали так непривычно проснуться утром никуда не нужно я сегодня вернее утром а я сегодня наступил уже в 11 часов дня и сегодня спала как убитая смотрите что я вам хочу показать и говорила что сумку себе заказала те которые не понравились отправила обратно оставила вот эту от гейс правда не очень нравится вот эти крепящие штуки но они такие красивые очень много отделов внутри сейчас выгуляю как раз первый раз эту сумочку возьму с собой уберу вот эти всякие лишние весельки не люблю это все она такая плотная в общем стоячая и еще что я вам не показала буквально на раняты 2-3 назад не помню точно мне пришел подарок я была приятно удивлена вот просто приятно удивлена собиралась уже ехать на работу и звонок дверь посылка подарок и рызак меня поздравил с наступившим новым годом немножко поздновато конечно но все равно очень очень приятно я сейчас разверну чтобы вам не шелестить небольшой но такой приятный подарочек здесь крем для очистки поверхности я вам его показывала как хорошо ирмич у нас наш мой любимый шампунчик алоэ вера это бальзам после бритья для мужчин для сережи про него тоже не забыли здесь тональная основа да я не ошиблась вот такая светленькая это кремушек с экстратом эвкалипта тоже классная вот буквально недавно такое уже использовала биби крем с esp-фильтром 15 тон по моему очень светленький его я тоже еще не пробовала у меня был цц крем еще здесь капсулы сафлорового масла и тимьян в общем сафлоровое масло и тимьян в одной капсуле ничего себе спасибо ирзак и кого здесь еще маленькая открыточка да сейчас открою поздравляют желают успехов в новом году бицеркс лайтунг и вот имя фамилия спасибо огромное ирзак очень очень приятно получить такой подарочек ирзаком 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 очень давно я не делала ногти вот прям очень давно 55 оттенков белого как-то так 45 евро так непривычно давно не делала уже давным-давно дома занимаюсь делами на кухне хочу сделать печеночный салатик простенький такой отварила печенку перед отъездом морковку нарезать соломкой ее обжарить или притомить на сковородке лук замариную красный у меня вот такой вот режу красный лук одну луковицу полукольцами нарезала сейчас замариную ее и наверное добавлю маринованный огурчик стилю вкусный салатик потом соль перец по вкусу одела перчатки потому что сейчас резать морковку да чистить резать боюсь что ногти покраситься так непривычно с этими ногтями пока привыкну хочу вам огромное спасибо сказать за все ваши добрые комментарии за вашу поддержку придалось мне тяжело это решение я 4 месяца как я уже говорила ждала терпела да ну я бы наверное еще терпела если бы не предложили не сообщили о том что там требуется человек на этой ферме что там есть место вот как-то все все по одному сошлось поедино поэтому я уволилась и уже устроилась на другую работу скажем так в воскресенье когда работала вчера я всех своих любименьких обняла мысленно сказала до свидания как бы да потому что не знаю пойду на работу не пойду после двухнедельного отпуска все мои коллеги ну вот с девчонками я работала ну как с девчонками одна уже бабулечка она дорабатывает дома и на пенсию уходит приходи на которые менять в общем они меня убеждают о том что зачем тебе гнуть спину лучше бы посидела отдохнула дома иди на больничный зачем тебе нужно ну не хотели они слышать тебя ты же просила чтобы тебе смены нормальные ну как бы хотя бы напополам делали дневные вечерние не слышали но теперь что что на них спину гнуть в общем не знаю посмотрим две недели еще впереди сегодня первый день отпуска поэтому поглядим как дальше будет сейчас хочу сделать салат почистить духовку потому что она у меня уже такая грязноватенькая давно не чистила у Нелли день рождения нужно будет сейчас опять готовить очень ну немного но все равно готовить будут гости буду что-то стряпать и хочу чтобы духовка была идеально чистая чтобы семья не зажаривалась у нас так холодно стало вот прям мороз сегодня на ночь опять минус 6 я пришла замерзла пока мы с Нелли приехали на остановке постояли трамвай подождали я замерзла пришла вот в домашний такой костюм потеплее оделась до конца недели у нас стоит что морозы будут а потом уже будет потепление наверное это последние морозные деньки перед весной зима не хочет уходить у меня одна средняя луковица у меня такая нечаянная наверное десертная какая-то ложечка сахара будет достаточно столько же соли и такая же ложечка уксусной эссенции две сделала 25% горячая кипяченая водичка перемешать все хорошенько и оставлю мариноваться включила нагреваться сковородку морковку режу тоненько соломкой приступила нарезать печень перед тем как отварить я ее вымачивала молоке буквально часа 2-3 наверное варила в подсоленной воде с лавровым листом но коробка хочу сказать старенькая была жестковатая она все равно пацан не творила но не готова не очень удобно резать фигурным ножом нужно побыстрее уже скоро Сережа приедет с работы попробую так так лучше она тоньше нарезается все-таки фигурный нож больше подходит для овощей такая тоненькая соломочка получается нарезала печень сейчас добавлю немного черного перца для аромата красной паприки немного зиры я уже потом по вкусу досолю в самом-самом конце когда все перемешаю потом уже буду досаливать морковка готова я прям горячий ее выкладываю на печень сейчас приправки запарятся под горячей морковкой можно конечно добавить какую-нибудь зелень но я не буду этого делать так будет очень вкусно сейчас пока вот так пусть постоит и я нарежу огурцы взяла вот таких 3 небольших огурчика на этот объем будет достаточно печени у меня полкилограмма 3 средних морковки 3 огурчика и 1 луковица растительного масла я брала где-то 3-4 столовые ложки и на нем тушила морковку все-таки решила что салатик будет заправленный маслом и специями а не майонезом сейчас нужно будет слить жид то есть откину на дуршлаг лук и потом добавлю все в общую чашку и арб positivист серия и все-таки и и и и и и и и девочки если у вас есть очень вкусный рецепт салата с печенью поделитесь не жадничайте можно попробовать на соль перец если недостаточно добавить немного все очень просто готовится быстро получается очень-очень вкусно доброе предоброе утро у нас уже утро следующего дня я здесь буду готовить вкусный завтрак серёжа уже свою порцию с утра по ночи скушал уехал на работу у нас ныли запоздал и завтрак немного похоже тунец консервированный желательно собственном соку 2 треугольничка плавленого сыра столовая ложка зелени с горкой вареные яйца можно натереть на терке можно мелко порубить люблю когда яйца чувствуются 3 яйца порезала думаю что будет достаточно совсем немного перчика соль я добавлять не буду тунец достаточно соленый теперь нужно тщательно перемешать соединить все вместе сюда же добавляю творожный сыр пару столовых ложек у меня такой филадельфия без разницы просто творожный сыр а еще мне захотелось добавить немного горчицы вместо творожного сыра можно добавить пару столовых ложек йогурта сметаны это не так важно это просто делает начинку немного сочнее все просто тортилья лаваш все что тоже есть дома в наличии начинку выкладываю на середину заворачиваю вот таким образом и в ту страницу с такой начинка можно сделать и сэндвичи тостерный хлеб начинка посередине и очень вкусные сэндвичи получаются дальше все сэндвичи у Они тяжелые немного, и тостерница сама не может отщелкнуть, поэтому я помогаю ей вытащить готовые тосты. Горячо. 15 минут, и завтрак готов. Горячо. Несмотря на то, что у нас сегодня очень морозный день, он солнечный, у нас где-то с утра было 7 градусов, минус 7 градусов, но очень солнечно, выглянуло солнышко, выглянула пыль. Целый день хожу с тряпкой, я не знаю, откуда берется эта пыль, вроде чисто убрана, но все равно. Там потру, здесь потру. С утра заглянула в телефон, все новостные ленты, события землетрясения в Турции, в Сирии, столько погибших, столько пострадавших людей. Хочу выразить свое соболезнование, я знаю, что меня смотрят из Турции, это ужасно, это ужасно. Знаете еще, что ужасно, что в нашем веке находятся миллиарды для того, чтобы создавать высокоточное оружие какое-то, какие-то ракеты, но не находятся средств для того, чтобы научиться строить правильно дома в сейсмических зонах. Ведь это же априори, там, где горы, могут быть землетрясения, гористная местность, тем более землетрясения, ужасные землетрясения уже были. Вообще просто, я не знаю, ком в горле, как так может быть? Либо это выделяются какие-то деньги на строительство, на правильное строительство таких домов, я не знаю, но они уходят куда-то, на чьи-то чужие вещи там, в голове не укладывается. Как так может быть? Так жалко вообще людей, это ужасно. Я закончила с уборкой и добралась до кухни, хочу, пока я в отпуске, немного приготовить полуфабрикатов. Сегодня буду делать налистники по рецепту моей бабушки. Очень-очень, ну, там в принципе ничего, молоко, крахмал, да, яйца, растительное масло. И начинка будет у меня сегодня творожная, а потом, может быть, сделаю еще и с мясом. Это тонкие-тонкие блинчики, вот именно для того, чтобы заворачивать, а потом их просто в духовке запекаешь и все. Хочу, знаете, почему сделать полуфабрикатов? Мы и так-то не покупали ничего, очень редко, да, это вот Сережа любитель там какую-нибудь пиццу соленую, нехорошую, из магазина заточить. Я не любитель этого всего, это все соленое, это все для меня не очень вкусное, я лучше, там, я не знаю, простую булочку съем, а теперь и булочки как-то с опаской покупать. После того, как официально приняли закон с 24 января о том, что в хлебобулочные, макароны, в кондитерку, да, будет добавляться мука из каких-то там сверчков, жучков, паучков, не могу даже про это вообще говорить. Я, вот, я люблю всех животных, кроме змей и насекомых. Вот просто, вот, вот я понимаю, что фауна не может существовать, это одна из составляющих, да, природы, что кто-то ими питается, но пусть их птички кушают или там ящерки кушают, им тоже нужно чем-то питаться. Мы люди, у нас есть зубы, у нас есть клыки, в конце концов, мы должны кушать нормальную еду, а не жучков и паучков. Да, ну тогда вот нашему первобытному человеку проще было бы из земли червячка выкопать и скушать, а не за мамонтом бегать по две недели. Я вообще, я просто в шоке от этого, и я говорю, что мы и так очень редко закупали, да, какие-то там вещи, полуфабрикаты. Да, мы много покупали сладостей, сейчас, наверное, будем как-то перестраиваться, буду внимательнее смотреть и читать состав вообще всех изделий. Надо с моим-то зрением еще и лупой вооружиться и ходить по магазинам. Это вообще, это, я не знаю, я в шоке, я в шоке, я, у меня просто нет слов. Может быть, пока нам оставят выбор, будут указывать, да, как вот смотрю уже в интернете, мамочки ходят закупаться с детьми и внимательно читают состав и вроде как такие смешные ролики снимают по этому поводу, что будем жевать травку и закусывать орешками. Но не было бы так смешно, если бы не было так грустно, да, я не знаю, не знаю. В общем, буду стараться смотреть, муку покупать подороже, цены и так бешеные на продукты. Несколько раз попадалось, я не снимала на камеру, но несколько раз попадалось, что попадаются продукты с хорошим сроком годности, но уже с плесенью. Сыр какой-то вот покупала, в Альде особенно, да, затем купила вот эти пакеты, которые, ну, в духовку, да, закладываешь, запекаешь. Тоже были, срок замечательный, все, но плесень внутри, просто это на выброс. А почему? А потому что, скорее всего, из-за экономии они понижают, наверное, вернее, повышают градусы в холодильниках. У нас рейвы, которые рядом с нами, в благах экономии отключили в холодильниках свет, вот, то есть в полумраке там сюда, и где овощи, где фрукты, ну, вообще, по всему магазину освещение тоже вот такое. Слегонцам, слегонцам, дабы не потеряться в потемках. Казалось бы, это все мелочи, ничего страшного, но, ладно, не буду об этом дискутировать, лучше не дискутировать по этому поводу. Буду готовить налистники. Я сделаю тесто в термомиксе, ну, так быстрее перемешаться ему будет. Пока что сделала, перед тем, как включила камеру, в термомиксе сахарную пудру. Мне нужно будет делать тортик для Нелли, и там на крем нужно будет сахарная пудра, и чтобы она у меня уже была готова, я вот ее сделала в термомиксе. Сейчас уберу, уже стоит. Потом нужно будет тратить время на это, на лисники. Что мне для этого понадобится? 6 яиц, 6 столовых ложек крахмала, картофельный крахмал, можно кукурузный, в принципе, без разницы, да. Пару столовых ложек растительного масла. Яйца добавляю в чашу термомикса. Все очень просто. Я так смело разбиваю все в общую чашу, потому что яйца проверенные. Уже готовила с этой упаковки, поэтому нет никаких лишних вкраплений. Молоко желательно, чтобы было теплое, яйца теплые были, но не принципиально. В принципе, можно потом оставить постоять, чтобы обошло до комнатной температуры. Добавляю молоко. Отмерила еще 100 миллилитров. 6 столовых ложек крахмала. Такие ложки с горкой. И 2 столовые ложки растительного масла. Закрываю крышкой. Перемешиваю. И нужно просто все вместе соединить. Сначала на медленной скорости, чтобы крахмал не запылился, потихоньку вмешивался. Ну, потом на третью скорость. Ну, 25 секунд. Всем-всем откройся. Вот и все. Тесто готово. Дам ему немного постоять и буду выпекать на ресники. У меня уже греется сковородка. Тесто для налистников получается вот такое жидкое. Оно такое и должно быть. Каждый раз, когда набираете тесто для того, чтобы вылить на сковородку, нужно тщательно перемешивать, потому что крахмал очень быстро опускается вниз. Альбомец. Оно! Оно. 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 Капальон. Пора. Тесто. Оно. Оно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень-очень тоненькие... Мне нужно просто теперь сделать начинку. Здесь у меня сахар по вкусу. Здесь у меня 2 столовые ложки. Для баланса вкуса немного соли. Прям щепотка. Добавляю ванелин. И вот такой у нас шпайзекварк. Это творожная масса готовая уже. Если у вас творог обыкновенный, то его можно перебить с помощью блендера, добавив немного сметаны. У меня 20% жирности, 750 грамм. Добавляю 1 яйцо. Все тщательно перемешиваем. И теперь этой творожной массой наполняю на листнике. Я сворачиваю их очень аккуратненько. Они очень нежные. Я подготовила вот здесь досточку. Застелила ее пищевой пленкой. Замораживаю я их на досточки. Кладу отдельно друг от друга. И отправляю на заморозку. А потом уже, когда они замерзнут, я буду складывать их в мешочек. Все очень просто. Сворачиваем. Одной столовой ложки на один на листник достаточно творожной массы. Такие они аккуратненькие получаются. Сейчас я сделаю на заморозку пару таких досточек наполню. Наполню остаток, который готовить буду сегодня. Добавлю изюм. Они очень нежные. Очень-очень. И вот такие у меня небольшие получаются. Получилось две досточки. Они у меня уже замораживаются. И вот столько, которые я запеку. Сейчас запекать буду в оптигриле. Ну, не целую же духовку, да? Гонять. Они, потому что самые вкусные, когда они вот так запекаются. У меня вот здесь немножко осталось творога. Я уже запеканку сделала, но я вам ее не снимала, потому что, мне кажется, я ее уже показывала. В общем, что мне сейчас нужно? Мне сейчас нужно немного растопить сливочного масла. Буквально грамм 50-60 на это количество будет достаточно. На 30 секунд микроволновку, и все, масло растопилось. Теперь масло мобильно смазываю на лестнике. Почему у меня осталась начинка? Потому что Нелли не дождалась и сказала, что для нее это жирненько, и она просто их покушала с вареньем. Вот так устанавливается форма для запекания. Закрываю крышку, включаю гриль. Нам не нужно, чтобы они готовились, они готовы, нужно, чтобы запеклись. Поэтому сразу устанавливаю красную температуру. Вам видно, что она красная. Все, он сейчас нагреется и запечет. А вот запеканка, которую я сделала тоже в этой же форме. Массы было немного, но вот такая невысокая получилась, но очень вкусная. Я ее делала с кокосовой стружкой. Здесь тоже все просто. Творог, немного крахмала, 2 яйца, кокосовая стружка, сахар, соль, ванилин. И запекаться. Ну, где-то буквально, наверное, минут 7-8. Я думаю, что уже достаточно. Как вам эти красавцы? Корочка уже хрустит. Все. Я отключаю вот оптики. Какой аромат. И по традиции на этой вкусной нотке заканчиваю свой влог. Берегите себя, будьте здоровы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok